Добрый-добрый день, дамы и господа! Продолжаем наши узбекские впечатления. И на этот раз мы покинули Ташкент, проехали километров так и так 80 немножко на северо-восток и оказались в Чимганских горах. В ближайшие несколько минут вы вместе со мной совершите путешествие на высоту больше двух тысяч метров, друзья, и полюбуетесь этими расчудесными узбекскими горами. Кстати, очень даже неплохая дорога ведет из Ташкента сюда, вы ее прекрасно видите, вот такие холмы, да, пока, уже немножко выжженная такая трава, вы видите, осень как-никак, и, собственно говоря, вот он тот самый большой Чимган, куда мы с вами и будем сейчас забираться. Пока едете из Ташкента, виды, ну, действительно радостные, яркие, горы, это всегда красиво, но чего-то с ног сшибательного, наверное, вы не встречаете. И все-таки для с ног сшибательных красот, друзья, построена вот такая современная канатная дорога, которая приведет вас в Амерсай, поселочек, который находится там, наверху. И вот на этих кабинках мы с вами сейчас и поедем. Вот они здесь, вы видите. Канатка когда-то была здесь, так, чуть в стороне, на 80-х годах построена такая советская, старенькая. Это, конечно, одна история. А вот это уже современная, построенная в 21 веке. Здесь существует несколько тарифных планов, в зависимости от того, какой день недели, сколько вам лет. Тут можно купить разные билеты и, соответственно, выбираете для себя первый или второй уровень. Полный билет на второй, самый высокий уровень, он стоит 120 тысяч сумм, друзья, тех самых узбекских сумм. И вот там в кассе как раз члены нашей группы себе билеты и покупают. Вот. Дальше вы проходите вот здесь, вот такой контроль. Тут все просто понятно. И дальше вот такая кабинка на 8, по-моему, мест вас встречает. 10. Отлично. Ну, наши ребята сейчас поместятся сюда, вот видите, в пятером, чтобы всем было все комфортно, видно, все здорово, все удобно. Давайте, давайте, до встречи наверху. Ну, и вот видите, что с высоты где-то 1300, подниматься они будут на высоту 1600. Не самая большая скорость, там может быть, ну, где-то там 5-6 метров в секунду. Вот такая чудная современная канатка, которой по большому счету там год с небольшим, где-то 20, то ли в 20, то ли в 21 году она была открыта. Вот так выглядят, вы видите, вот эти кабинки изнутри. А вот наши счастливые девушки, которые сейчас поедут покорять большой Чимган. Мы с нашей очаровательной Февзие уже в кабинке, как раз будем штурмовать сейчас те самые Чимганские горы. Опа, кабинка закрылась, отлично. И сейчас всегда такой самый волнительный момент, это вот первые вот эти метры, когда начинает чуть быстрее двигаться как раз кабинка. И вы сейчас вместе с нами. Канатка современная, канатки буквально год с небольшим. На 1021 она будет введена в строй, и, конечно, еще развивается курорт, но уже даже, видите, в октябре месяце можно приехать и полюбоваться этими горами. Здесь большой плюс именно этого устройства кабинки в том, что можно высунуть руку, друзья. И вы сейчас не сквозь немытое стекло все будете видеть, а вот так, смотрите. Опа. Вот это полет, вот это хорошо, вот это здорово. И тишина. Вот здесь очень интересно, канатка сначала идет вниз, смотрите, а потом будет подниматься вот так вот наверх. Необычно, правда? Не очень вижу, что я сейчас вам показываю, потому что вы с вами руку в окно, но, наверное, красиво, хочется верить. И вокруг красиво. Это мы пока поднимаемся только на первый уровень, то есть на высоту, ну, где-то 1600 метров, а потом на 2200 были подниматься уже аж вон туда, на второй уровень. Класс. Кабинка абсолютно звуконепроницаема, вот это сейчас прямо видно и слышно. Мы в движении, но ничего не грохочет никак. Ух ты, какие тут-то склоны, божишки. И ручкой нам помахали соседние кабинки, какие молодцы. Сейчас покажу вам это все без лишнего тонированного стекла. Вот, вот так. На вершине, вы видите, стоят несколько дач. Все эти домики, гостевые дома сдаются, их можно снять на сутки, двое-трое на недельку. Если приехали сюда кататься, например. Понятно, что чем выше, тем такие дачки дороже. Но вся вот эта долина как раз и занимается тем, что обслуживают тех, кто приезжает сюда кататься на лыжах. А вот там внизу еще у нас и течет горный ручей. Класс. 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 Вот конечная остановка первого уровня, вот вы видите, кабинки здесь очень так мило притормаживают, то есть можно не спешить, не торопиться, вы выходите и оказываетесь на такой площадке, где, ну, конечно, поначалу полное ощущение такой стройки, потому что вы видите, что здесь пока еще не все готово, вот, скажем так, мягко. Курорт очень быстро развивается, и поэтому здесь строятся и новые шале, и новые гостиницы, где можно остановиться отдохнуть, и какие-то новые развлекательные дела. Вот тут можно, видите, в аренду взять, например, такие квадроциклы и на них погонять по горам, там веревочный парк, здесь такие иглу с хранением всего необходимого снаряжения, развиваются флаги, в том числе и швейцарские, видите. Ну да, вот такая узбекская, ташкентская Швейцария здесь, в Чемганских горах, и ресторанчик, который называется Сазанчик, он так очень мило, да, в Узбекистане в том числе можно попробовать рыбу, хватает в водохранилищах и в горных реках рыбешек, очень даже здорово здесь ее жарят. Вот такой лыжник стильный, современный здесь вас встречает, и вот там нижняя остановка второго уровня, соответственно. Если, мало ли, вы поначалу купили билет только на первый уровень, то здесь тоже есть касса, и можно отсюда купить билетик еще и на самую вершину, 2 200 там с копейками. Ну а потом, насмотревшись горами или в сезон, если то накатавшись на лыжах, то, конечно, отдохнуть в ресторане, не самый дешевый такой, имеется в виду. Насчет сезона, где-то в середине декабря здесь выпадает уже много-много снега, и самые дорогие ночи, если вы бронируете здешние шале, то это, конечно, новогодние праздники. Приезжают сюда и сами ташкентцы, и приезжают очень много иностранных гостей, все равно получается, что подешевле, чем в Италии, Швейцарии или Австрии отдыхать. А что касается инфраструктуры, то все очень даже здорово, все готово, и плюс все только развивается. Вот там впереди, вы видите, стоят шале, которые только-только строятся и еще только ждут своих гостей. Вот так выглядит все это на карте. Видите, что уже отсюда начинается несколько таких склонов попроще. Вот они, да? А мы сами сейчас отсюда будем подниматься аж вон туда, 2,290, видите, Амерсай. Вот туда сейчас мы и поедем, поэтому чего зря время терять, друзья, отправляемся. Если те кабинки у нас были 21-го года, то вот эти чуть постарше, 18-го, и они немножко другой конструкции, друзья, вы видите, да, чуть поменьше. Тоже есть удобное место для ваших палок и сноуборда и лыж. И тоже они совершенно, видите, вот так не торопятся, когда находятся на конечной станции. Вот это очень важно, например, для тех, кто в возрасте. То есть ничего не нужно здесь никуда бежать за этой кабинкой, запрыгивать на ходу и прочее-прочее. Нет, все аккуратно, все вот так, неторопливо, все удобно, с детьми можно удобно забраться. Помню, я как-то в Красной Поляне мы еще с коляской и с детьми забирались в горы, да, здесь это тоже возможно. Вот там остается наш первый уровень. И поворачиваемся, друзья, вот сюда. И поехали. 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 Но прошло мое детство и юность прошла, и я понял, не помню какого числа, что сгорят мои годы и вовсе дотла под пустые, как дым разговоры. И тогда я решил распроститься с Москвой и вдвоем со своей еще не вдовой в том краю провести свой досуг трудовой, где сверкают Чимыганские горы. Вот они, друзья, вот они сверкают, хоть и без снега пока в октябре месяце, но иногда, посмотрите, поблескивает таким вот изумрудным цветом здесь озера. Очень хорошо смотрятся вот эти горы. И как раз мы с вами продолжаем по нашей канатной дороге подниматься и любоваться всей вот этой красотой. Друзья, чудные места, правда? Маловато кабинка, но ничего. Здесь здорово. Где-то на полпути уже до верхней точки вас встречает вот такая промежуточная станция. Мало ли кто-то отсюда хочет спуститься, или кто-то сюда приехал сейчас, например, на великах, как ребята в соседней кабинке, видите? Горные такие велики взяли отсюда и стали подниматься еще повыше, если это тоже возможно. Ну, можно выйти, понятно, отсюда, и дальше, если там обувь у вас трекинговая, то пойти вот этими пешеходными тропами. Мы выходить не будем, с вашего позволения, да? И поедем дальше. Очень интересно, тени этих кабинок скользят как раз по тому, что зимой будет склону. Класс, правда? Ну что же, вот уже и появляется верхняя остановка, конечная верхняя остановка второго участка. То есть 2,290, где кабинку вон теплый и уютную я все-таки покину и пойду немножко погуляю по горам и, конечно, покажу их вам. Двери открываются. И мы с вами наверху. Как-то совершенно по-другому здесь уже дышится. Абсолютно точно. Встречает вас здесь вон такая огромная блестящая камсула ресторана. Здесь же есть и фастфуд попроще. Ну и самое главное – виды. Виды, ради которых мы с вами сюда как раз и забрались, друзья. В целом-то больше по постройкам тут все очень просто и понятно. Самое главное здесь не инфраструктура, а ощущение полета, которое всегда присутствует в горах. Любуйтесь. Это очень динамично развивающийся горнолыжный курорт. Здесь везде ведется стройка прямо сейчас. Строятся новые шале, новые гостиницы, новые такие дома отдыха в сезон. А он начинается с декабря. Здесь очень много тех, кто приезжает сюда с сноубордами и горными лыжами. Мы приехали так полюбоваться всей этой красотой. Хотя при желании можно и спуститься вниз. Есть и пешеходные маршруты. Ну так для этого нужна может быть чуть какая-то другая подготовка или снаряжение. Нет, мы любуемся красотой. Здесь правда здорово. Склоны очень интересные. И летом можно по ним прогуляться и спуститься. И зимой, естественно, прокатиться. Вот он сам большой, Чингам. А вот тут есть совершенно потрясающее место для фотографий. На фоне просто пропасти. Класс, правда? Страшновато, но прекрасно. Легкий ветерок. Сегодня очень повезло с погодой. Мы думали, будет прохладней. Взяли тепленькое. Но то, что прохладнее здесь, это чувствуется сразу. Все-таки высота 2000 метров. Сразу понятно, что это горы. Поэтому курточка еще может быть и пригодится, если здесь зависнуть надолго. А здесь хочется зависнуть. А у того ресторанчика, что здесь наверху, есть еще вот такая терраса. Ну, посмотрите, что может быть прекрасней. Лаунж-музыка. И вот такие стульчики и стульчики, чтобы устроиться за вот этим стоячим, например, столом с бокалом чего-нибудь. Убедиться, что вы на высоте 2290. И любоваться всей вот этой красотой. А как вам вот такое панно, друзья? Посмотрите. Эволюция хому сапиенса. Я не очень понимаю, почему вот сноуборд он на втором месте, а горные лыжи на первом. Никто не подскажет. Посмотрите, как толково вообще сделан ресторан. Как здорово, правильно сделана смотровая площадка. Так, если не знать, что мы с вами в Узбекистане, абсолютно точно, спокойно можно представить себе подобный горнолыжный курорт, который находится в швейцарских Альпах, в Италии, в Австрии, во Франции. Очень приятное место. Вот тут начинаются какие-то просто космические пейзажи. Лунные. Посмотрите. Такая дымка. Горы, которые поближе, они из этой дымки очень так хорошо и ярко выделяются. А вот там просто до горизонта. Красота. Друзья, да, Узбекистан может быть и вот таким. Полтора часа езды от Ташкента, и вы вот в таких горах, вот в таком курорте. А Мерсай, Чимганские горы, это ярко, это здорово. Надеюсь, они вам так же понравились, как и участникам нашей группы. Ну что же, горы неплохо, как мы с вами знаем, сочетаются с морем, друзья, правда? Это правило не имеет исключений даже в той стране, где, казалось бы, моря нет. Потому что Аральское море, что на территории Казахстана и Узбекистана, на западе потихонечку пересыхает и милеет. А так не то, что у самого Узбекистана, у ближайших соседей нет моря. Но, друзья, здесь, в Чингаме, есть Ташкентское море. И вы его увидите прямо сейчас. Посмотрите, как это здорово. Более того, это одно из немногих мест на планете Земля, где очень хороши такие восходящие потоки. И поэтому здесь очень здорово заниматься парапланиризмом. Вы видите как раз эту пару, которая прямо сейчас здесь устраивает вот такие чудные пируэты. Ну, очень классно, ну, очень здорово. Согласитесь. Если кто помнит, в нашей туррегате другая Турция были мы в Алюденизии тоже говорили. Там про гору Бабадак, как сейчас помню, с которой вот такие вот смельчаки летают. А тут, видите, они вообще не падают. То есть их оттуда потоками воздушными вот так поддерживает, что они только туда-сюда без двигателя. Вообще абсолютно бесшумно, видите, летают и нас радуют в том числе. Ну и, собственно говоря, то самое Ташкентское море, друзья. Да, давайте любоваться, давайте разбираться. Виды, конечно, расчудесные и не случайно, да. То есть самую узбекской Швейцарии как раз называют эти края. Ташкентское море это вообще-то Чарвакское водохранилище, друзья. То есть на свет появилось захранилище, это искусственным образом в 70-м году, когда после вот того страшного землетрясения в Ташкенте в 66-м нужно было много дешевой электроэнергии для того, чтобы восстанавливать город, его, можно сказать, заново строить. И поэтому исследовали все окрестности столицы и оказалось, что вот меньше 100 километров до Ташкента здесь, в этой долине речки Черчик, можно было перекрыть реку Плотиной. Плотина вот там впереди хорошо видна. Ну и, соответственно, понятно, воду эту использовать для гидроэлектростанции. Это и было сделано. Плотина на свет появится в 70-м году. И видите, да, что вот эта долина, той самой реки Черчик, которая потом протекает и по Ташкенту, стала вот таким чудным затопленным водоемом. Ох, как они классно летают все-таки, ну не оторваться от них просто, да? Ну здорово же! По долине этой в свое время проходил один из важных торговых путей. Поэтому перед тем, как затопить долину, были проведены серьезные исследовательские работы археологами, историками, были найдены стоянки людей. Это важный торговый путь, потому что вдоль этой реки, по этой долине в свое время шли караваны тех самых лошадок и шаков как раз в сторону Ферганы, в сторону Киргизии из Ташкента. Это был вот такой оживленный транспортный магистраль. Но сегодня это оживленное место для отдыха. Вот посмотрите, здесь, во-первых, ну даже вне сезона, сейчас видите, ни зима, ни лето, да, поэтому и горнолыжников здесь немного. И тех, кто купается в Ташкентском море, тоже не так много. Но летом вода прогревается до 25, и, конечно, купаться здесь одно удовольствие. На берегу полным-полно гостевых домов, домиков там поменьше, чуть ли не палаточек или шикарных отелей. И все можно выбрать. Для себя, видите, покупались, потом на лошадке поездили. Потом полетали на параплане. Потом попробовали кумыс, например, как это делают сейчас участники нашей группы. Или какой-то вкусный чаю, и чего тут только нет вообще. И орешки, и вообще, ох. И семки, семки, всякие разные семки вкусные. Классно. Ветерочек, конечно, здесь. Собственно говоря, для того, чтобы на параплане лучше было летать. Ну и виды, посмотрите. Ну правда же здорово, ну правда же роскошь. Там есть и такого советского типа пансионаты. Там есть и современные гостиницы. На катерах там катают всех желающих, вы это видите. И цвет воды. Вот что здесь самое главное. Цвет воды. Лазурный, прекрасный, морской. Вот такой прибой, не знаю, в Ницце, например. Вот так выглядят швейцарские или австрийские горные озера. А вот вам, друзья, пожалуйста, в Узбекистан. Он может быть и вот таким. Мне кажется, что это отличный вариант для путешествия на один день из Ташкента. Если мало ли от городской суеты чуть хотите отдохнуть, то вот, пожалуйста, Чингамские горы. Друзья, вашему вниманию. Если понравилось, то с вас нравишься, как обычно. Подписка на мой канал, естественно. Не забудьте поддерживать канал на сервисе Boosty или становитесь спонсором, если смотрите мои видяшки из России. Продолжим наше путешествие по Узбекистану. Это красиво, согласитесь. Вот так, друзья. Вот такие кадры в завершении этого видео для вас.